Продолжение следует... Как побеседовать о чём-нибудь, например, о том, что уже обсуждали или что нам предстоит, пока ждём ещё минутку, чтобы другие люди успели присоединиться. Скажите, пожалуйста, есть ли вопросы какие-то по предыдущим лекциям? Сейчас, мне кажется, отличный момент, чтобы их задать. Ну что ж, молчание, как всегда, я воспринимаю как знак согласия, что всё понятно, всё хорошо. Хорошо. Если будут возникать какие-то вопросы или если вы что-то вспомните, что относится к предыдущим лекциям, по-прежнему призываю всех не стесняться писать в чат вопросы. Я постараюсь следить, периодически заглядывать в чат и отвечать на вопросы. В таком случае мы начинаем сегодняшнюю лекцию. И мы приближаемся к одной из самых интересных и захватывающих частей иммунологии. Это анализ разнообразия TCR и BCR. Соответственно, чтобы понимать, зачем нам вообще, где может пригодиться эта задача, нужно чётко понимать, как происходит формирование репертуара, что происходит с T-клетками и B-клетками. И уже исходя из этого, задавать какие-то вопросы относительно, например, какой-нибудь конкретной болезни. Как T или B-клетки могут в ней участвовать? И чтобы грамотно сформулировать вопрос, мы должны уметь разбираться во всех механизмах. Поэтому сегодня опять будет несколько такая повторная лекция. Но я абсолютно уверена, что, во-первых, в ней всё равно будут какие-то новые интересные моменты. Мы рассмотрим некоторые случаи, где как раз-таки происходил анализ TCR и BCR в конкретных задачах. И ещё раз повторим, убедимся, что мы понимаем все механизмы, как происходит формирование репертуаров. Поэтому, если будут вопросы, обязательно их задавайте, потому что иначе потом будет сложно. Что ж, и ещё раз вспомним, о чём мы говорим. Мы говорим о T-клетках и B-клетках. Оба типа клеток несут на своей поверхности рецепторы, способные распознавать некие антигены. При этом, если они умеют распознавать антигены, между ними должна быть какая-то разница. Иначе зачем нам два типа клеток? И разница действительно существенная. То есть у нас есть T-клетки, которые могут распознавать антиген не в чистом его виде, а только какие-то кусочки, которые клетка организма уже переварила от общего паразита, например, и выставила небольшой кусочек на своём рецепторе MHC. То есть T-клетки могут что-либо распознавать только в комплексе с MHC. MHC – это тоже такой комплекс на поверхности практически всех клеток нашего организма, который нам нужен для того, чтобы клетка любого организма могла на нём выставить что-то, что её беспокоит и привлечь внимание остальной иммунной системы, то бишь T-клеток. И ещё у нас есть B-клетки, которые умеют распознавать антигены в любом виде. То есть это может быть прям хоть цельный вирус. И если у нас находится какой-то B-клеточный рецептор, который может узнать кусок поверхности этого вируса, то он будет радостно его распознавать, соединяться с ним, и дальше будет запускаться какой-нибудь из механизмов дальнейших действий. А таких механизмов у нас много. То есть первое отличие, ещё раз мы запоминаем, что T-клетка видит только то, что ей показывают другие клетки, а другие клетки могут показывать только то, что в них попало. То есть они могут захватывать что-то снаружи и потом через себя презентировать, но это всегда взаимодействие именно с клеткой, с её внутренностью. B-клетка, она может узнавать вообще всё, что угодно, что вот мимо проплывало. В этом, конечно, большой плюс B-клеточных рецепторов. И второй момент, ключевое различие между T-клетками и B-клетками заключается в том, что для активации T-клеток нам нужен сигнал от B-клеток. B-клетки также могут коммуницировать с T-клетками и могут изменять своё поведение в зависимости от того, что им сказали для клетки, но при этом они умеют активироваться самостоятельно. Есть такие пути активации, когда B-клетка начинает продуцировать антитела, ни с кем не согласовывая. И, соответственно, из чего же состоят наши рецепторы? То есть нам, помимо того, что нужна какая-то распознающая часть, нам ещё очень важно, чтобы после того, как мы распознали антиген, мы могли передать сигнал внутрь клетки, и для этого нам нужны корецепторы. Так, и помимо этого ещё есть такая проблема, что у нас, например, BCR-ы, B-клеточные рецепторы, умеют связываться с антигеном очень, скажем так, устойчиво, образовывать очень устойчивую связь, то в случае Т-клеток у нас нужно дополнительно стабилизировать связь с антиген-презентирующим комплексом, и это тоже делается с помощью корецепторов. Соответственно, на этом слайде слева мы видим, как у нас происходит связывание Т-клеточного рецептора с комплексом MHC. У нас MHC бывает двух типов, как мы помним, MHC второго типа, MHC первого типа. Так, я вижу, что у нас здесь есть несколько человек. Скажите мне, пожалуйста, помните ли вы, в чём разница между MHC-1 и MHC-2? Я никого не слышу, не вижу, чтобы кто-нибудь отвечал. Ладно, тогда проговорим ещё раз, что у нас есть MHC первого типа, который присутствует практически во всех клетках, который экспрессируется на поверхности практически всех клеток нашего организма, и он показывает антигены Т-клеточным рецептором CD8 положительных клеток Т-лимфоцитов. Это цитотоксические Т-лимфоциты. И зачем нам нужен этот комплекс на поверхности всех клеток? Потому что с каждой клеткой может случиться несчастье, она может быть заражена каким-нибудь вирусом, она может переродиться в злокачественную. И нам нужно уметь распознавать такие клетки и уметь их убивать. То есть это критически важный момент. Для чего же тогда существует MHC второго типа и что он делает? Он у нас экспрессируется на поверхности профессиональных антигенпрезентирующих клеток. И он вызывает, скажем так, менее радикальный ответ. То есть он активирует Т-хелперные клетки CD4 положительные. И в этом случае происходит не уничтожение клетки, а некоторое регулирование иммунной реакции. То есть она более пластичная, скажем так. Именно поэтому вот этот механизм, он такой, это более тонкая настройка. Поэтому нам нужен второй тип MHC. И для узнавания MHC первого типа или MHC второго типа у нас есть соответствующие коррецепторы. То есть, как я уже сказала, CD8 коррецептор. Он состоит у нас из двух цепей альфа и бета. И он у нас взаимодействует с MHC первого типа и проверяет, что ага, мы вот связались. И стабилизирует вот эту связь с MHC первого типа. И CD4 это тоже коррецептор для стабилизации связи. CCR MHC. Но помимо того, что мы увидели какой-нибудь пептид, например, нам нужно передать сигнал внутрь Т-клетки о том, как он относится к тому, что ему показали. И для этого у нас есть еще другой тип коррецепторов CD3. Он и для CD4 положительных, и для CD8 положительных клеток одинаков. И через него уже происходит именно передача сигнала внутрь клетки. Аналогично на поверхности B-клеток у нас есть B-клеточный рецептор. У него точно также есть коррецепторы для передачи сигнала внутрь клетки. И особенность B-клеточного рецептора заключается в том, что для того, чтобы сигнал начал передаваться внутрь клетки, у нас должно произойти распознавание, узнавание антигена не одним B-клеточным рецептором, а сразу нескольким от одной клетки. То есть только после того, как у нас несколько B-клеточных рецепторов свяжутся с антигеном, у нас произойдет сближение коррецепторов, и только после этого они передадут сигнал внутрь клетки. И сейчас давайте внимательно изучим строение B и T-клеточных рецепторов. Они имеют очень много общего. Иногда их сравнивают даже между собой. То есть, например, говорят, что бета-цепь T-клеточного рецептора похожа на тяжелую цепь B-клеточного рецептора. Я с этим кардинально не согласна, и вот почему. То есть, у нас действительно и в B-клеточных рецепторах и T-клеточных рецепторах есть некоторая вариабельная область, есть некоторая константная область. B-клеточный рецептор состоит из, скажем так, четырех цепей. Двух тяжелых цепей, они абсолютно одинаковые между собой, и двух легких цепей тоже одинаковых. Тяжелая цепь называется так, потому что она действительно больше, она тяжелее. И она тяжелее за счет того, что у нее длинная константная область, которая отвечает за то, как иммунная система будет реагировать на тот или иной антиген. T-клеточные рецепторы, они тоже состоят из двух цепей. Это либо комбинация альфа-бета цепь, либо гамма-дельта, и они примерно одинаковые по размеру. То есть, у них точно так же есть вариабельные константные области, но константные области обе короче. То есть, они скорее похожи на легкие цепи B-клеточных рецепторов с общей точки зрения. И у нас строение вариабельной области, оно достаточно сложное. То есть, у вас есть ген. Ген – это ген, кодирующий вариабельную область поклеточного рецептора. Понятно, что это какая-то линейная последовательность букв от ЭГЦ. А когда все это дело превращается в белок, что у нас происходит? Белок же у нас не будет в каком-то таком линейном виде плавать. Белок у нас сворачивается. И вот здесь, в углу слева, вы можете более подробно увидеть, как именно сворачивается наш белок в вариабельной области B-клеточного рецептора. То есть, наша длинная последовательность складывается в четыре раза. То есть, здесь у нас образуются четыре петли, при этом одна из петель, она такая коротенькая, маленькая, она спрятана куда-то вглубь. А наружу у нас торчит три петли. При этом две петли приходятся на вариабельную область нашего гена. А третья петля, она такая сложная. То есть, вот она где-то на границе между вариабельной областью и так называемым G-регионом. G-регион, он от слова join, потому что это такой кусочек, который, собственно, соединяет нашу вариабельную часть с константной. Вот он где-то там на границе. И при этом оказывается, что именно вот эта петля, которая на границе из этих двух областей, она наиболее вариабельна и больше всего участвует в процессах распознавания. То есть, у нас вот есть три вот этих торчащих петли, и эти три петли, они будут узнавать антиген. При этом мы видим, что у нас есть тяжелая цепь и легкая цепь. Их вариабельные части расположены рядом. Они имеют примерно одинаковое строение с той разницей, что для легких цепей у нас нет вот этого дополнительного D-региона. То есть, у нас наша вариабельная часть сразу переходит в G-регион. То есть, там меньше вариабельность, скажем так. То есть, у нас в итоге образуются три петли на одной цепи, три петли на другой цепи, которые могут как-то взаимодействовать с внешним миром. И понятно, что когда вы рукой что-то берете, вы какие-то пальцы можете отпустить, и предмет из руки не выпадет, а какие-то пальцы отвечают за удерживание этого предмета. Вот здесь абсолютно та же самая история, что у нас вот эти торчащие петли, они называются CDR-регионы. Соответственно, самая внешняя петля – это CDR-1. А вот внутренняя петля, я имею в виду, что она находится ближе к этой границе взаимодействия легкой цепи и тяжелой цепи. Это называется CDR-3-регион, и он ключевой в распознавании антигенов, то есть он выполняет несущую функцию, скажем так. И, соответственно, у нас у BCR есть константные области. Константные области могут выглядеть несколько по-разному. То есть они точно так же состоят из некоторых доменов, также вот свернутых белков гармошкой. И таких доменов может быть разное количество. Мы сейчас это подробно увидим, когда будем рассматривать различные типы BCR. CCR-ы устроены несколько проще, потому что у них один константный регион и один вариабельный. И точно так же у нас здесь наш вариабельный фрагмент — это белок, который сворачивается точно такой же гармошкой. Точно так же у него одна петля где-то внутри, и три торчат наружу. И точно так же на одной цепи, на бета-цепи, у нас есть D-регион, который отвечает за большее разнообразие. У нас есть G-регион, который отвечает за присоединение вариабельной части к константной области. И, собственно, сама по себе вариабельная область такая же по своим функциям, как и у BCR. И, как я уже сказала, тяжелые цепи BCR-ов всегда одинакового типа. Легкие цепи бывают Каппа и Лямбда. И для CCR-ов у нас, как я уже говорила, бывает комбинация альфа плюс бета-цепь или гамма плюс дельта. Так, скажите, пожалуйста, на этом этапе, надеюсь, все понятно. Если что, не стесняйтесь задавать вопросы. Соответственно, откуда у нас образуются эти белки? Как у нас, из чего составляют вот эти вот CCR и BCR? Давайте посмотрим на строение гена B-клеточного рецептора. И мы видим, что B-клеточный рецептор первоначально на хромосоме выглядит как некоторое количество блоков, которые могут использоваться для построения вариабельной части фрагмента антитела. Дальше у нас идет набор блоков D-diversity. Это вот тот самый, который отвечает за разнообразие в CDR-3 регионе. Дальше идет набор блоков G-джоин регионов. Они тоже бывают разные. И дальше идут какие-то константные блоки, отвечающие за формирование константной области. Легкие цепи устроены примерно так же. Единственное, что у них отсутствует D-регион. То есть у них есть только набор блоков для формирования V-региона, набор блоков для формирования G и константной области. И они расположены друг относительно друга немного по-разному. То есть V-блоки у нас всегда идут рядышком. А G-блоки, например, в лямбде цепи у нас перемежаются с вариантами константной части. При этом для капа цепи у нас точно так же с G-блоки идут все вместе, так же, как и у тяжелой цепи. Ну и гены TCR выглядят примерно так же. То есть точно так же у нас есть набор вариабельных фрагментов. Они, конечно же, отличаются от вариабельных фрагментов для B-клеточных рецепторов. То есть здесь все несколько иначе. И вот как вы видите, они даже... Нет, они, например, тяжелая цепь и альфа-цепь TCR-ов, они расположены на одной хромосоме. Но не суть. Все равно это разные гены. И точно так же здесь у нас еще более странное строение бета-цепи TCR-ов, потому что у нас и D-блоки перемежаются с какими-то join-регионами, которые еще и перемежаются с областями для построения константной области. Но в целом это несущественно. Единственная такая тяжелая вещь для понимания, то что у нас ген для дельта-цепи T-клеточного рецептора расположен внутри гена альфа-цепи для построения T-клеточного рецептора. То есть это и у мыши так, и у человека. И здесь есть, скажем так, некоторые сложности при сборке, но так сложилось. То есть здесь, но при этом этот ген, он встроен между вариабельной частью и join-регионами. И здесь все выглядит абсолютно точно так же, что у нас идет блок с вариабельными фрагментами, после него идет блок с D-регионами и join-регионами константной области. Соответственно, что нам нужно сделать, для чего нам такое сложное строение гена? Вы уже, наверное, слышали и знаете, что это нужно для формирования разнообразия. То есть у вас есть много разных V-регионов, много разных G, и комбинируя их между собой, вы получаете кучу всяких вариаций, которых намного больше, чем если бы вы каждую комбинацию кодировали бы в отдельный ген. Во-первых. А во-вторых, когда вы их комбинируете между собой, вы в момент, когда состыковываете вариабельный регион и join-регион, ну или там D-область с J-областью, или V с D-G, вы добавляете туда какие-то случайные нуклеотиды, что увеличивает разнообразие также во много раз. Соответственно, процесс сборки проходит во много этапов. Если общее вот так схематически посмотреть, то выглядит он следующим образом. У нас есть T-клетка, ей нужно сделать TCR. Она начинает... Всегда у нас сборка рецепторов начинается с более сложной цепи, той, в которой есть D-регион. В случае B-клеток это будет тяжелая цепь, в случае T-клеток это будет бета-цепь. И мы сначала выбираем D-фрагмент, соединяем его с G-фрагментом у нас уже получается такой блок. После этого мы вот эту комбинацию D-G соединяем с каким-то V-регионом. А константные области, они у нас в случае T-клеточных рецепторов тоже выбираются, но они присоединяются не так жестко ко всей вот этой конструкции V-D-G, а они стоят на некотором удалении. То есть у нас там есть имтрон. И когда мы производим МРНК, у нас там есть еще этап сплайсинга для того, чтобы присоединить константную область. В какой момент это все происходит с клеткой? У нас развитие иммунных клеток начинается в костном мозге всегда, но в случае с T-клетками в некоторый момент происходит миграция из костного мозга в тимус, причем на ранних этапах. То есть что у нас происходит? У нас есть стволовые клетки костного мозга, и в какой-то момент клетка решает определиться, что ей делать в этой жизни. Она может пойти по миелоидному пути и стать клеткой крови, либо она может стать лимфоидной клеткой. После того, как она решает стать лимфоидной клеткой, она должна для себя выбрать, станет она B-клеткой или T-клеткой. И если она решает, что хочет быть T-клеткой, то начинает вырабатывать некоторые поверхностные белки и перемещается в тимус. В тимусе в виде T-клеточного прикурса начинается сначала реаранжировка бета-цепи. Как мы и обсуждали, там сначала соединяется D и G регион, и потом к ним присоединяется V регион. Либо, если у нас бета-цепь не получается, то есть мы всегда начинаем формировать T-клеточный рецептор с бета-цепи. Если у нас с бета-цепью что-то не выходит, то мы пытаемся сделать гамма-дельта-токлеточный рецептор. Гамма-дельта-клетки, они очень интересные. Они, скажем так, не совсем клетки иммунной системы, то есть у них намного ниже разнообразия. Их очень низкий процент. Они у нас в основном на слизистых обитают. В общем, они, конечно же, являются клетками иммунной системы, но это что-то среднее между врожденным и адаптивным иммунитетом. Прошу прощения, то есть это в любом случае клетки иммунной системы, но вот нечто среднее между адаптивным и врожденным иммунитетом, потому что, еще раз, там очень низкое разнообразие гамма-дельт-т-клеточного рецептора. И они получаются достаточно редко. Но если у нас клетка сформировала B-цепь, причем там идет еще процесс аллельного исключения, то есть если вы попробовали на одной хромосоме, вы взяли аллели с одной хромосомы, построили бета-цепь, то вы подавляете вторую хромосому, чтобы не запустился процесс реаранжировки на второй хромосом. После того, как вы сформировали бета-цепь, нужно соединить эту бета-цепь с инвариантной альфа-цепью и выпустить TCR на поверхность. То есть он такой еще наполовину TCR, в нем есть только одна функциональная цепь, вторая еще не готова, ее заменяет некоторая недоцепь универсальная, и вы начинаете уже на этом этапе тестировать возможность вашей бета-цепи. Это во-первых. А во-вторых, нужно понимать, что у вас процесс сборки рецептора, когда вы рекомбинируете ген альфа-цепи или бета-цепи, у вас высок риск того, что где-то съедет рамка считывания, и ваш итоговый рецептор не получится. И вот, соответственно, даже на стадии формирования бета-цепи у вас очень много клеток погибает. Если вы будете еще и для одной клетки пытаться сформировать, которая прошла этап формирования бета-цепи, сформировать альфа-цепь, то вероятность успеха будет катастрофически низкая. Поэтому на данном этапе, когда у вас уже сформирована бета-цепь, происходит деление клеток обязательно, и после того, как вот эта клетка поделится, она начинает пытаться собрать альфа-цепь. И, соответственно, точно так же идет процесс подавления одной хромосомы другой, в случае, если у нас сразу на первый случился успех. После того, как у нас рецептор собран нормально, в нем есть и альфа-цепь, и бета-цепь, мы начинаем, во-первых, проверять, насколько этот рецептор рабочий. Как мы помним, Т-клетки могут узнавать антиген только в комплексе MHC. И если ваш TCR не распознает MHC, то он в любом случае будет нефункциональный. И, соответственно, внутри тимуса происходит сначала этап позитивной селекции, то есть проверка на то, что ваш TCR хоть что-то узнает, узнает сам комплекс MHC. Соответственно, опять же, часть клеток у нас убивается, и после этого вы проверяете, что ваш TCR умеет распознавать MHC. И теперь очень важно, чтобы он не распознавал антигены вашего организма. Иначе будут попытки повредить ткани вашего организма. И, соответственно, на данном этапе происходит негативная селекция. Она происходит... Ну, при этом вы понимаете, что когда у вас работает какой-то орган, в нём продуцируются только те белки, которые нужны для работы этого органа. И, казалось бы, откуда бы в тимусе взяться всем белкам, не знаю, печени, почек и так далее, если они там не нужны. В общем, для того, чтобы в тимусе было высокое разнообразие и представленность антигенов вашего собственного организма, там работает такой ген AIR, который, собственно, отвечает за то, чтобы клетки тимуса могли продуцировать какие-то собственные антигены. И благодаря этому можно было бы провести селекцию. После этого, когда мы видим, что клетка безопасна для нашего организма, она делает финальное решение, стать ли ей цитоксической или тахалперной клеткой, и, соответственно, выходит в кровь. Аналогичным образом происходит сборка B-клеточных рецепторов, то есть у нас сначала собирается тяжелая цепь, соединяется D-регион с G-регионом, потом сливается с вариабельным регионом. И забавная такая вещь, что у нас много всяких разных константных доменов для разных типов антител, и они все на первоначальном этапе созревания B-клетки, они сохраняются. То есть если у вас есть много разных V-генов, вы выбираете один, у вас много всяких D-регионов, вы выбираете один, много всяких G-регионов, вы тоже выбираете один, то все, что касается константной области, вы сохраняете. Потом могут возникать геномные перестройки относительно константной области, но они уже возникают на совершенно другом этапе. То есть это не в процессе развития B-клетки в костном мозге. Отличие B-клеток от T-клеток заключается в том, что они никуда не мигрируют, все развитие происходит в костном мозге, и только после того, как у нас получается готовая наимная B-клетка, она выходит в кровоток. Соответственно, опять же, какие основные этапы развития B-клетки? У нас сначала есть лимфоидный предшественник, ну, то есть сначала у нас есть некоторая стволовая клетка, которая может превратиться в милоидного предшественника или лимфоидного, оно становится лимфоидным. Сначала происходит для тяжелой цепи соединение выбор D-региона и G-региона, они соединяются вместе. После этого мы получаем пробы клетку, у нас есть, формируется тяжелая цепь, к ней присоединяется суррогатная легкая цепь, все это выходит на поверхность, мы вообще начинаем тестировать для начала тяжелую цепь, что она как-то функциональна. В момент, когда у нас вот этот комплекс, суррогатная легкая цепь плюс тяжелая цепь, выходит на поверхность, у нас начинается перестройка легкой цепи, начинается она с вариантов каппа. для каппа цепи вы пробуете сначала одну хромосому, потом другую, если каппа цепь не собирается, то тогда мы пробуем собрать легкую лямбда цепь, и поэтому, если вы будете смотреть разнообразие цепей, вы увидите, что кап существенно больше, чем лямбда. И после того, как у вас собирается легкая цепь, она соединяется с тяжелой цепью, вы получаете незрелый B-лимфоцит. И точно так же, поскольку у нас BCR распознают антигены не в составе чего-либо, не в составе MHC, а узнают напрямую, то здесь позитивная селекция не нужна. Мы здесь селектируем и убиваем только те клетки, которые узнают собственные антигены нашего организма. И только один этап селекции. Но помимо того, что у нас происходит развитие B-клетки в костном мозге, после того, как она превратилась в незрелый B-лимфоцит и продуцирует на своей поверхности антитела, наша B-клетка выходит в кровоток и ищет встречи со своим антигеном. Если она его находит, то случается дополнительное развитие B-клетки. Так называемый процесс гипермутации. Что это такое? У нас есть лимфоузел, в нем есть герминальный центр, в котором происходит дозревание B-клеток. То есть наша B-клетка распознала какой-то антиген. Она попадает в темную зону герминального центра и делится, и при этом во время деления вносятся дополнительные мутации в наш ген-БСР, который уже собрался. После этого клетка мигрирует в светлую зону и еще раз проверяет, как изменилось связывание нового мутировавшего рецептора с антигеном. И если у нас связывание ухудшилось, то клетка возвращается обратно в темную зону, там еще раз делится, вносит дополнительные мутации, вариант Б-клеточного рецептора снова возвращается в светлую зону. И если в какой-то момент мы видим, что у нас клетка связывается с антигеном намного лучше, чем раньше, то она, соответственно, уже выходит из герминального центра и превращается в плазматическую клетку, начинает производить антитела, которые очень крепко связываются с антигеном, ну и, соответственно, продолжает жизнь дальше. Как вы думаете, что плохого может произойти на этой стадии? Есть ли какие-нибудь идеи? То есть у нас, еще раз, у нас есть процесс гипермутации, который отвечает за то, чтобы улучшить связывание антитела с антигеном. Мы модифицируем нашу Б-клетку, несколько модифицируем наш Б-клеточный рецептор. Что здесь может пойти не так? Что-то сегодня все совсем вялые. Кто-то печатает. Допечатайте, пожалуйста, я очень хочу услышать от вас хоть какую-то реакцию. Либо, если опять же вам что-то не очень понятно, обязательно пишите вопросы. Так, слишком сильное связывание возможно. Ну, в случае с антителами слишком сильное связывание, наверное, это не так уж и плохо. То есть, если у вас есть какой-то патоген, и вы его облепляете антителами, ну, как раз-таки нам и хочется, чтобы эти антитела от нашего патогена не отваливались. Вот. Соответственно, что здесь... Так, еще какая-то версия. Давайте, да. Угу. В общем, печатайте вашу версию, ваш вопрос. Если что, мы сейчас разберем, я пока начну подсказывать. Значит, смотрите, когда у вас происходит формирование B или T клеточного рецептора, какой один из самых ключевых этапов? это этап селекции. То есть, вы кажете, так, если там идет положительная селекция, то можете со своим антигеном связаться. Абсолютно верно. То есть, здесь вообще такая страшная история, что на данном этапе у нас нету селекции. Ну, то есть, здесь вообще нет ни положительной, ни негативной, и, соответственно, могут возникнуть такие клоны, которые распознают свои аутоантигены, и из-за этого могут возникать аутоиммунные заболевания. И это, на самом деле, не такая уж и редкая история. Проблема заключается в том, что все больше и больше данных появляется о том, что у нас действительно может возникать так называемая еще кросс-реактивность. То есть, вы выбираете антитела, которые хорошо распознают какой-то определенный антиген, какого-то патогена. Но если вы возьмете всевозможные антитела, которые могут собраться в вашем организме или вообще в организме человека, и возьмете все возможные молекулы, которые могут собираться в организме человека или в патогенах, то вы увидите, что немало будет таких антител, ну или баклеточных рецепторов, которые могут распознавать не один какой-то антиген, а несколько. То есть из-за того, что у нас очень высокое разнообразие антител в целом в природе, в одном организме их какое-то ограниченное количество, из-за того, что у нас очень много, очень высокое разнообразие различных белков, и, скажем так, у нас антитела могут распознавать не только белки, но и липиды, и даже сахара. То есть разнообразие молекул, из которых могут состоять патогены, оно еще выше, и, соответственно, когда все это пересекается внутри одного организма, то, как правило, действует такой закон, что один антиген, одно антитело распознает что-то одно, один антиген. Но в целом у вас есть потенциал того, что одно и то же антитело может узнавать несколько каких-то объектов. И один из таких примеров, чтобы не быть голословной, есть такое заболевание рассеянный склероз, которое связано с тем, что у нас антитела узнают и, соответственно, разрушают миелиновую оболочку. И было показано, то есть это не всегда так, но были случаи, когда было показано, что разрушение миелиновой оболочки происходит из-за того, что их узнают антитела, белки, из которых состоит миелиновая оболочка, распознаются антителами, которые в том же числе ответственны за распознавание вируса Эпштейна-Бара. То есть это далеко не 100% от того, каким типом антител вызывается рассеянный склероз, но бывает и такой сценарий. То есть когда у вас происходят гипермутации, может случиться так, что несмотря на то, что первоначально Б-клетка не узнавала аутоантигены, после того, как она прошла от гипермутации под воздействием заражения каким-то патогеном, она вдруг начинает становиться причиной развития аутоиммунных заболеваний. И это страшно. Но, как мы уже сказали, зато в большинстве случаев именно этот процесс позволяет нам улучшить свойства наших антител и сделать их более эффективными. Также гипермутации – это очень интересный объект для изучения, для исследования, потому что здесь мы можем построить, скажем так, эволюционное дерево и посмотреть, как развивался наш Б-клеточный рецептор. Это всегда интересно, потому что, смотрите, если мы установили, что у нас какое-то антитело в организме одного человека распознает один какой-то антиген, то даже если у нас такое же антитело соберется в организме другого человека, то оно тоже будет узнавать этот же антиген. То есть это некоторая универсальная штука, и благодаря этому мы можем переливать, допустим, плазму крови, содержащую какие-то антитела. Например, это было в COVID. Очень популярно, возможно, вы в метро видели объявление, что станьте донором плазмы крови, если вы переболели ковидом, потому что у вас есть антитела к ковиду. Если вы их перельете другому человеку, они точно так же будут узнавать этот ковид. Так и здесь. То есть мы можем набирать некоторую базу данных антител, которые распознают что-то. И при этом, когда мы видим, как наши антитела развиваются, что сначала оно было таким, потом произошли какие-то мутации в таких позициях, произошла замена таких аминокислот на другие, мы можем еще и, скажем так, предсказывать некоторый паттерн, что ага, вот такая-то конструкция в вариабельной области антитела у нас будет способствовать распознаванию вот такого вот антигена. Соответственно, вы когда потом будете решать задачу дизайна, ну, например, задачу дизайна антител, которые что-то распознают, вы сможете вот эти паттерны использовать и уже модифицировать ваши моделируемые антитела, исходя из вот этого дерева гипермутации. В смысле, исходя из того, что вы знаете, замена каких позиций ведет к улучшению свойств антитела к данному антигену. Вот. И теперь еще давайте поподробнее поговорим о том, как именно происходит вот эта самая рекомбинация, то есть соединение наших там вариабельных фрагментов с G-фрагментами или D-фрагментами. Для того, что... То есть это процесс, в котором мы прям изменяем нашу ДНК. И для того, чтобы ее изменить, нам, соответственно, нужны какие-то механизмы и специальные области. В общем, чтобы запустить процесс рекомбинации, мы можем запустить процесс рекомбинации только на тех участках ДНК, которые содержат специальные сигнальные области, которые называются RS, Recombination Signal Sequences. И выглядят они следующим образом. У вас есть некоторая последовательность, называемая гиптомером. Она консервативна, вы, соответственно, видите на изображении. И состоит из семи букв. После нее идет некоторая область из 12 или 23 нуклеотидов. И после этого идет наномер, который тоже консервативен. Вот эта область, она будет мишенью для ферментов, осуществляющих рекомбинацию. Соответственно, у нас есть вот эта последовательность RS. И, как мы уже сказали, в ней есть некоторое окно, которое может быть в 12 нуклеотидов или в 23. Почему это важно? Это важно за тем, что с помощью этого окна мы можем регулировать, что с чем мы будем сшивать. Дело в том, что для того, чтобы у вас произошла сшивка двух каких-то регионов, ну, например, вам нужно сшить D-регион и G-регион. Вам нужно, чтобы у D-региона была вот эта RS-последовательность и у G-региона была эта RS-последовательность, при этом чтобы они были разного типа. Чтобы у D-региона у вас вставка между гиптомером и наномером была 12 нуклеотидов, а у G-региона, чтобы там было 23 нуклеотиды. И только тогда эти две последовательности, мы их будем называть 12-рсс и 23-рсс, они смогут сблизиться и запустится реакция рекомбинации, процесс рекомбинации. При этом у нас G-регионы содержат только с одной стороны RS-последовательности, G-регионы содержат только с одной стороны RS-последовательности, а D-регионы, они окружены этими последовательностями 12-рсс с двух сторон. То есть с одной стороны они окружены, у нас последовательность 12-рсс находится справа для того, чтобы произошла рекомбинация с G-регионом, и точно так же есть такая же последовательность слева от D-региона для того, чтобы произошла рекомбинация с V-регионом. И таким образом у нас не случится такой истории, что V-регион соединится с J-регионом, не включив между собой D-регион, если он там был и на нем было 12 RSS-последовательность. Просто потому что 23 RSS-последовательность не будет рекомбинировать с 23 RSS-последовательностью. Она будет рекомбинировать только с 12 RSS-последовательностью. И как именно происходит процесс рекомбинации? Если, собственно, у вас есть ДНК, вам нужно соединить два региона, вот, например, как здесь, D и G, вы, соответственно, складываете вашу ДНК таким образом, чтобы D и G-регион наложились друг на друга, и последовательности 12 RSS и 23 RSS оказались рядом. После этого к ним присоединяется комплекс РАК-1 и РАК-2. В некоторых случаях их называют, весь вот этот комплекс РАК-1 и РАК-2 называют ПДЖ-рекомбиназой. Этот комплекс садится в области RSS-последовательности и сначала делает одноцепочечный разрыв, и потом разрезает вторую цепь. И вот после того, как у нас вторая цепь разрезается, наши молекулы, они, скажем так, закольцовываются и образуют шпильку. То есть у вас была цепь, содержащая G-регион, и после того, как были произведены разрезы, у вас верхняя цепь замыкается на комплементарную, и получается такая шпилька. Соответственно, у нас происходит это на обеих, в двух местах, в области G-региона и в области D-региона, образуются вот эти шпильки, а тот кусок, который был между ними, он отсоединяется. После того, как он отсоединяется, он закольцовывается и подает дополнительный сигнал о том, что у нас сейчас идет процесс в виде G-региона, привлекает дальнейшие ферменты для осуществления легирования нашего D- и G-региона. И легирование происходит очень интересным образом. Давайте посмотрим вот здесь еще раз, как это выглядит. Сначала у вас комплекс РАК-1 и РАК-2 все разрезал, и образовалось две шпильки. Чтобы соединить две шпильки, мы делаем следующее. Мы вносим разрыв в некоторые области шпильки. То есть у нас, скажем так, шпилька так вот выгибается, и мы можем ее разрезать посередине, и у нас образуется тупой конец. Либо мы можем сделать одноцепочный разрыв где-нибудь вместе, допустим, нижней цепи, и тогда у нас после того, как мы сделаем этот одноцепочный разрыв, шпилька развернется, и у нас на верхней цепи будет свисающий хвост, а нижняя цепь у нас будет покороче. Вот таким вот образом делается разрыв шпильки. И это называется добавление П-нуклеотидов, потому что после того, как вы сделали вот этот надрыв, у вас получается сверху четыре дополнительных нуклеотидов. То есть первоначально там, допустим, было два. А если вы несимметрично разрезали шпильку, то у вас там становится на несколько нуклеотидов побольше. После этого туда, в область более длинного фрагмента, добавляются случайные нуклеотиды еще. Некоторое количество. Они добавляются и на одну цепь для D-региона, и на одну цепь для G-региона. После того, как мы добавили некоторое количество случайных нуклеотидов, мы пытаемся среди вот этих добавленных нуклеотидов найти комплементарную область. Мы находим комплементарную область и накладываем торчащий кусок в области D-региона с торчащим куском G-региона. И понятно, что у нас не по краям может произойти комплементарное взаимодействие, а где-то в серединке, и мы откусываем лишние нуклеотиды. То есть мы добавляли кучу нуклеотидов, потом нашли комплементарную область, и мы теперь отрезаем лишние свисающие нуклеотиды, которые мешают комплементарному связыванию двух цепей. После того, как мы отрезали все лишние нуклеотиды, которые не спарились у нас комплементарно, мы начинаем достраивать промежутки, скажем так, мы начинаем достраивать комплементарную цепь вот к комплементарному длинному региону, который у нас свисал. И таким образом за счет этого у нас еще происходит, помимо того, что мы случайным образом выбираем P, D и G-фрагменты, у нас еще происходит ставка дополнительных нуклеотидов. За счет этого у нас еще и может происходить спик-рамки считывания и изменяться длина наших петель. Вот это вот сейчас был очень важный момент. Скажите, пожалуйста, все ли вам понятно про VDG рекомендацию, или если есть какие-то вопросы, давайте мы еще раз проговорим, потому что вот эта механика, механика того, как все это происходит, она крайне важна. Так, все понятно, отлично. Можете спросить? Да, вы, конечно. Смотрите, вот участок, который D, ну и J, нам там не важно, звенутый рамка считывания или нет. Правильно? Ну да. Потому что, в принципе, если мы сдвинем, там какой-то случайный набор появится новый, но нам без разницы в этом суть. Правильно? Вот если у нас вариабельная часть рамка сдвинется, то вот это уже критично. А вот здесь без разницы. Да, да, смотрите, это, кстати, очень хороший вопрос, прекрасный вопрос, потому что, еще раз, да, то есть если бы у вас что-то сдвигалось в самом начале, то у вас бы сдвигался там весь вариабельный фрагмент и превращался бы вообще в что-то неизвестное. Было бы плохо. И здесь, поэтому, давайте посмотрим на строение генов еще раз. Смотрите, у вас есть вариабельный фрагмент, и он у нас какой-то протяженный. И когда он сворачивается, то там торчат две цепи, CDR1 и CDR2. В общем, они не так важны. Нас интересует, что происходит на стыке между V и D. И белок у нас тоже будет продуцироваться, начиная со стороны от V в сторону к константному региону. Поэтому даже если у вас где-то что-то сдвигается на стадии присоединения D региона, то первая часть V региона у вас никак не меняется. Она останется той, какая была. Вопрос, как вы думаете, почему у вас не смещается рамка считывания, то есть если у вас добавляется какое-то случайное количество нуклеотидов в области V и D, почему у вас ничего не меняется с C фрагментом? Или у вас будет происходить сдвиг рамки считывания C региона? Как вы думаете? Вот посмотрите сейчас на вот этот слайд, он вам подскажет. Похоже, не меняется. Почему он не поменяется? Потому что, как я говорила, когда объясняла вот этот слайд, смотрите, у нас V, D и G, они идут единым блоком, и когда производится транскрипт, они, скажем так, сразу считываются одной цепью. А вот эта область, конец V региона D и G, там может происходить что-то страшное. Это да. Отлично. За счет этого у нас получается разнообразие. Так, хорошо. Очень хорошо, что вы поняли этот момент. Вот, хорошо, что вы его поняли, потому что сейчас я вас очень разочарую тем, что кругом обман и исключение. Как мы тут сейчас обсуждали, у нас V регион может связываться только с D регионом, D регион только с G регионом, потому что у нас, значит, вот эти RSS-последовательности, бывают 12 и 23, и 12 может связываться только с 23, и ни в коем случае 12 с 12. Но недавно совершенно было открыто, что в некоторых случаях у нас могут спариваться два D региона. И за счет этого у нас происходит увеличение нашей CDR-3 петли. И в некоторых случаях это критически важно, то есть там и специфичность увеличивается, и также решаются некоторые пространственные проблемы, то есть за счет того, что цепь больше, она может, не знаю, куда-нибудь изгибаться и проникать вглубь чего-то. За счет чего происходит связывание двух D регионов? Во-первых, стоит отметить, что это происходит... Мы пока не можем сказать, насколько часто это происходит, будем честны. Но, видимо, это не какая-то суперпопулярная история, а за всю жизнь у вас происходит такое несколько раз, и то несколько это сколько, я, к сожалению, вам пока не могу ответить. Но за счет чего это происходит? А это происходит за счет того, что у нас наши VDG регионы, они же могут быть, они же бывают различные. И когда стали подробно изучать, как выглядят вот эти VDG регионы, то обнаружили, что можно выделить в нашей ДНК такие паттерны, где у нас образуются наши RSS-последовательности, как стандартные 12-23, так и бывают блоки с неканоническими, с альтернативными RSS-последовательностями, их называют 12-34. То есть у вас может случайным образом возникнуть где-то такой блок, который очень похож на вашу стандартную RSS-последовательность. Там в серединке будет 34 нуклеотиды, и за счет этого два D региона могут соединиться между собой. Такая страшная история, на самом деле очень интересная. Соответственно, еще раз давайте проговорим, как у вас выглядит ваша... Да, конечно, нужно. У нас, если цепанулось два D региона, то J потом еще тоже может прийти? Или как-то уже? Да, абсолютно верно, потому что еще раз. За счет чего у нас V, D и D регионы сцепляются друг с другом? За счет того, что у нас на концах V региона содержится 23 RSS-последовательности, D регионы у нас окружены 12 RSS-последовательности, и D регионы с одного края содержат 23 RSS-последовательности. За счет этих последовательностей они цепляются друг за другом. В любом случае, как только у нас поступает сигнал связать два типа РСС-последовательности в определенном порядке, мы начинаем их связывать. Но случается так, что у нас внутри нашего блока D регионов в серединке находятся не только 12 РСС-последовательностей, но еще и 34 РСС-последовательности, или иногда это тоже могут быть 23 РСС-последовательности, которые позволяют связать два региона. И после того, как мы связываем два D региона, у них все равно, вот даже смотрите на картинку, допустим, у вас есть первый D регион и второй. Допустим, то, что у них было посерединке, мы выкинули и слили их рядом. У нас все равно с одного края у одного D региона остается 12 РСС-последовательностей для связывания с V регионом, а у другого D региона на другом конце тоже остается 12 РСС-последовательность, которая связывается с G регионом. Да, то есть здесь у нас собирается полное функциональное нормальное антитело. Вот. И, соответственно, когда вы будете проводить анализ PCR-ов или TCR-ов, в зависимости от задачи вы будете исследовать какую-то их определенную часть, и поэтому давайте еще раз проговорим, как каждая часть называется. У нас есть V регион. Вот все, что красненькое и розовенькое на этой картинке, это V регион. Его можно разбить на несколько подобластей. CDR1, CDR2 и CDR3 — это те самые петли, куски петель, которые торчат наружу в нашем антителе. А красные вариабельные области — это то, что остается от нашего вариабельного фрагмента, который мы выбрали, и это те области, которые редко подвергаются мутациям. То есть, например, когда у нас происходит процесс соматических гипермутаций, у нас чаще всего в этом процессе участвуют области CDR1, CDR2 и CDR3, потому что это те области, которые отвечают за связывание с антигеном. Области, которые находятся между вот этими CDR-ами, которые, по сути, участвуют в правильном сворачивании антитела, то есть, чтобы образовались эти петли, они, как правило, не подвергаются мутациям. И они называются FR1, FR2 и FR3. То есть, та область, которая идет до CDR3 региона, она называется FR1 и так далее. Та, которая идет до CDR2, называется FR2. Почему это важно? Когда вы будете анализировать данные секвенирования репертуаров, у вас программа будет выдавать некоторую разбивку, что она увидела. И в том числе она будет говорить, будет вашу последовательность целиковую разбивать на вот эти маленькие подпоследовательности. И в зависимости от того, что вы хотите изучать, в каких-то случаях вы хотите, например, изучать именно связывание с антигеном, и тогда вы больше внимания будете уделять CDR3 области. То есть, вы тогда на нее смотрите. Либо вы, например, можете изучать так называемый way usage, то есть, какие типы вариабельных фрагментов используются чаще, какие реже, тогда вы будете больше смотреть на области, которые находятся между CDR3, потому что CDR регионами, потому что CDR регионы, они очень вариабельные. А вы будете смотреть на какие-то константные вещи и так далее. Соответственно, красная область – это то, что у вас получается с вариабельного региона гена. Дальше у вас идет D область зелененькая. По краям между красной и зеленой областью может вставляться что-то. То есть, это дополнительные нуклеотиды, которые мы вставляем. И также у вас после D региона идет G регион желтенький. Между D и J мы точно так же вставляем дополнительные нуклеотиды. И вот этот G регион у вас может съехать как угодно. Там могут быть какие угодно аминокислоты. И потом у вас идет энтрон, и после энтрона присоединяется константная область. Вот. Отлично в терминологии. Надеюсь, разобрались еще раз. И всякое интересное про антитела и их константную область. Как я сейчас уже говорила, нас очень часто интересует задача того, как наши рецепторы распознают антигены. Поэтому очень часто мы сконцентрированы на CDR3 регионах вариабельных, потому что мы пытаемся найти тот паттерн, который распознает патоген. Но помимо вот этой распознающей части, вообще-то константная область, она тоже безумно интересна. Как вы уже помните, раньше в лекциях обсуждалось то, что у нас антитела бывают разных типов, они бывают там ИГМ, ИГА, ИГД и так далее. И это различие между разными типами антител, оно заключается именно в том, что у них отличается константная область. То есть константная область у нас тоже задается разными аллелями, скажем так, и может выбираться. То есть у нас может происходить класс свитчинг, про который мы сейчас поговорим. То есть наша Б-клетка, которая продуцирует антитела, она может менять их тип в зависимости от того, какой ответ от нее ожидается, более мягкий или более жесткий. Как вообще у нас происходит выделение антител в каком виде? Во-первых, антитела типа ИГМ и ИГД, они самые ранние. То есть для того, чтобы, когда наша клетка созревает в костном мозге, перестраивает свои гены, потом получает готовый BCR, ей нужно потом выйти из костного мозга. И для того, чтобы выйти из костного мозга, нужно подать какой-то сигнал, что я собралась, у меня все хорошо. Для этого продуцируются антитела типа ИГД. То есть когда клетка в костном мозге начинает продуцировать антитела ИГД, она может выйти из костного мозга. Но при этом, что интересно, что ИГД и ИГМ, константные регионы, они расположены рядом друг с другом. То есть вот давайте посмотрим здесь справа сверху еще раз. У нас нарисовано, как расположены константные области. То есть вот у нас каким-то образом схлопнулись в виде же регионы. Они здесь светло-голубеньким обозначены. А дальше у нас идут рядом два блока, называемые CMU и CDELTA. CMU отвечает за продукцию константной области ИГМ. А CDELTA – это значит ИГД. Они у нас идут вместе, и при транскрипции в MRNK тоже сначала в первичном транскрипте у нас прописываются оба блока, и только потом за счет сплайсинга у нас выбирается какой-то один тип константного региона. Это будет либо IGM, либо IGD. И здесь у нас есть STOPPOINT. То есть если у вас в геноме полная кассета со всеми константными вариантами, которые начинаются с CMU и CDELTA, то в транскрипт сначала запишется CMU и CDELTA, и после этого транскрипт обрывается. И все остальные константные области, они пока что просто висят в геноме. Для того, чтобы нам переключить наш класс, нужно вырезать кусок генома с теми константными областями, которые не очень нужны. Сейчас мы еще к этому вернемся. Давайте еще раз проговорим про то, какие антитела у нас бывают, чем они отличаются друг от друга, потому что это вот ключевой момент. Смотрите, значит, первоначально, когда у нас B-клетка наивная, в ней есть все кассеты константных областей, и она, как правило, продуцирует ИГМ. ИГМ у нас бывает, как и любой BCR, привязан к мембране, либо она может секретироваться, и секретируется в виде пентомера. Пентомер соединяет... Пентомер образуется из пяти антител ИГМ, и они соединены G-цепью. G-цепь, она тоже join, не путайте, пожалуйста, с join region. Это один... это вообще отдельный ген, кодирующий вот эту цепь. Он тоже там находится рядом, но это не тот самый G, который мы во время сборки антител используем. И аналогично эта же G-цепь у нас участвует в образовании димеров для антител типа А. Вот, значит, сначала у вас самые первые, самые ранние антитела – это ИГМ и ИГД. Также у вас есть антитела типа ИГА. Они чаще всего встречаются в районе слизистых. Они, как правило, не вызывают какой-то активный иммунный ответ, не активируют систему комплимента. Они просто апсонизируют. То есть апсонизация – это тоже очень хорошее явление, когда там какой-то вирус попал на поверхность, и вам пока что еще никого не надо убивать, не нужно подавать никаких сигналов, там, не знаю, воспаления, опасности, еще чего-то. Вам нужно просто облепить вот этот вот вирус, и пусть он отвалится. Вот этим занимаются антитела типа ИГА. Дальше есть ИГЕ, как вы, наверное, уже слышали, предположительно. То есть эти антитела активно связываются с ФЦ-рецепторами на тучных клетках, на базофилах, то есть на всех тех клетках, которые предположительно участвуют в защите от крупных межклеточных паразитов, ну, там, червей каких-нибудь. И в то же время они активно участвуют в развитии всяких аллергических реакций. И, соответственно, ИГЖ-антитела, они бывают различного типа, и они вызывают уже такой более ярко выраженный иммунный ответ. Некоторые из них вызывают активацию системы комплимента, какие-то из них привлекают другие клетки, там, не знаю, нейтрофилов и так далее. И когда мы говорим про антитела терапевтические, ну, например, противоопухолевые, то это, как правило, ИГ-1 антитела, потому что они вызывают очень сильную активацию системным комплиментам ИГ-1. Вот, поэтому если вы продуцируете какие-то антитела для лечения, лучше, чтобы они были ИГ-1. ИГ-1, извините. Да. И антитела ИГ-1, они проходят плацентарный барьер и передаются ребёнку, соответственно. И антитела ИГ-1... Ладно. Так, значит, мы говорили о класс-свиченном процессе, о том, что нашим антителам периодически нужно сменить свой класс, то есть первоначально у нас продуцируется ИГМ, и, допустим, мы нашли какой-то патоген, и нам необходимо его уничтожить. Соответственно, мы должны использовать ту константную область, которая больше привлекает систему комплимента, больше привлекает другие иммунные клетки. Таким образом, мы хотим переключиться на ИГ-класс. Что для этого нужно сделать? Во-первых, давайте внимательно рассмотрим, из чего у нас состоят константные области наши. То есть я здесь привела первые три гена, Мю-дельта и гамма-3. То есть гамма-3 означает, что у нас продуцируется ИГ-3. ИГ-3, иммуноглублинг-3. Соответственно, вы видите здесь синем области константных доменов. В случае Мю их 4, в случае дельта или гамма-3 их 3. О каких областях идет речь? Еще раз мы смотрим на вот эти наши схематические изображения антител, и если мы внимательно присмотримся, мы увидим, что у кого-то хвостик подлиннее, у кого-то хвостик покороче. То есть у нас действительно разное количество константных доменов для каждого типа антител, и каждый домен кодируется своей отдельной областью, которые… эти области разделены между собой интронами. То есть они окружены такими вот рыженькими сплайсинг-сигналами для того, чтобы их потом объединить. Что еще у нас помимо этого имеется? Помимо наших константных регионов, у нас есть еще поле А-сигналы, и если вы посмотрите на каждый ген, то вы увидите, что их там два. Вопрос, зачем нам два поле А-сигнала для антител? Ну, секрет заключается в том, что антитела, B-клеточные рецепторы у нас бывают в двух формах – секретируемые или закрепленные на мембране. Соответственно, для того, чтобы они закреплялись на мембране, нам к нашей константной области нужно еще пришить специальный хвостик, который будет удерживать наш рецептор на мембране. Эти области состоят из двух кусочков, называют мембранспендоменс. Они вот здесь у нас красненькие, точно так же они окружены рыженькими областями с сигналами для сплайсинга, и в конце них идет поле А-хвост. Либо же, если клетка превратилась в плазматическую и хочет секретировать антитела в пространство вокруг себя, то, соответственно, она сразу после последнего константного домена начинает делать поле А-хвост, и тогда антитело не связывается с мембраной. То есть это первый момент. И второй момент заключается в том, что, как я уже сказала, у нас константные области для IgM и IgD идут одним куском, и какой тип антитела у нас будет, мы выбираем за счет сплайсинга, то потом, когда клетка переключается на другой тип антител, ей необходимо выкинуть вот этот кусок с генетической информацией, которая идет до того региона, который ее интересует. То есть если наша клетка хочет превратиться в Ig3, мы должны выкинуть наш кусок с мю и дельта константными регионами. Для того, чтобы его выкинуть, у нас есть такие области, класс Switching Signals. Они, соответственно, они окружают наши мю и дельта константные регионы, и дальше они окружают каждый последующий регион, константный регион. И здесь все относительно просто. То есть у нас образуется такое вот колечко, две области для класс Switching Signals сближаются, и все, что было вот в этом колечке, просто откусывается и улетает никуда, и больше мы этот кусок вернуть не сможем. То есть если наша клетка переключилась на производство антител типа G3, то все, мы уже производить антитела типа M никогда больше в жизни не сможем, потому что мы выкинули этот кусок с константными областями. Но при этом даже если мы переключились на G3 типа антител, то мы после этого можем еще переключиться на G1 или на E, или на A. То есть вот все, что идет дальше, оно еще нам доступно. Соответственно, процесс класс Switching у нас осуществляет белок AID, именно он вносит разрывы и отпусывает вот это кольцо, которое образуется за счет сближения наших областей для смены типа антител. Так, надеюсь, с этим понятно, и сейчас давайте у нас осталось немного времени, поговорим про всякие интересные штуки. Первая интересная штука заключается в том, что все, вот мы узнали примерно, как работает наша иммунная система, что вот у нас, значит, формируются какие-то антитела, Т-клеточные рецепторы, они вот такие разнообразные, что с этим дальше можно делать? Можно, например, понаблюдать, насколько они разнообразны. Вопрос, как оценивать разнообразие нашего репертуара, он такой несколько философский, и мы об этом чуть более подробно поговорим на следующей лекции, потому что это больше про биоинформатический анализ. Но сейчас давайте на некотором интуитивном уровне. Представьте, что у нас есть два пациента, и в одном, у обоих есть рак, вот как изображено здесь на картинке. У нас есть две группы пациентов, у нас есть куча пациентов, у них у всех рак. Мы начинаем применять к ним анти-PD-L1 терапию. Это терапия, которая блокирует PD-рецептор. Она может либо лиганд блокировать, либо рецептор на Т-клетке, за счет чего не позволяет ее остановить. То есть наши опухолевые клетки умеют обманывать клетки иммунной системы, то есть может случиться такая ситуация, что Т-клетка находит опухолевую клетку и хочет ее убить, но раковая клетка подает сигнал через PD-1 рецептор о том, что не надо меня убивать. Если же мы на Т-клетке заблокируем этот рецептор, то раковая клетка уже не сможет через него подать сигнал о том, что ее не надо убивать, и тогда эта клетка жизнерадостно убьет нашу опухоль. Соответственно, у нас была куча пациентов, ну не у нас, а у исследователей, куча раковых пациентов. У них взяли и отсеквенировали репертуар клеток, которые инфильтрирующих опухоль клеток, то есть это клетки иммунной системы, которые проникают в опухоль и, видимо, пытаются там что-то сделать. В общем, у них отсеквенировали их репертуар, применили терапию, а дальше посмотрели, кто как отреагировал. И когда сравнили людей, которые отреагировали на терапию и которые не отреагировали, то увидели, что у отреагировавших разнообразие репертуара, как правило, выше. Вопрос, как вы думаете, с чем это связано? Почему высокое разнообразие клеток иммунной системы, рецепторов клеток иммунной системы предполагает более успешное прохождение иммунотерапии? Никто не хочет предположить? Очень жаль. Ну, в общем, это такой достаточно логичный вопрос. Одно из предположений, логичных предположений, заключается в том, что когда у вас опухоль инфильтрует много всяких разных клеток с различными репертуарами, то кто-нибудь уж распознает опухолевые клетки и убьёт их. То есть если им развязать руки, то они что-нибудь сделают. А когда у вас в опухоли очень скудный репертуар, то если эти репертуары, если так случилось, что данные клетки не распознают опухоль, а новые туда не приходят, то, соответственно, некому убивать раковые клетки. Вот такое интересное исследование. То есть это одно из направлений, что вы можете смотреть. То есть, во-первых, вы можете смотреть просто разнообразие, а во-вторых, разнообразие смотрели, когда, может, ещё не было никаких пасданных, то потом вы можете коллекционировать вот эти репертуары разнообразные и смотреть, а какие репертуары, как я уже сказала, если мы что-то узнаём в одном организме с помощью какого-то типа рецептора, то такой же рецептор в другом организме всё равно будет это же узнавать. Вот, поэтому вы можете накопить некоторую информацию о последовательностях, которые ракоспецифичны, и либо, не знаю, придумать какие-то универсальные штуки для разных людей, либо более успешно предсказывать эффективность лечения. То есть, если вы секвенируете репертуар человека и видите, что у него там присутствуют те области, которые могут победить рак, то вы применяете этот тип терапии. Вот. Ещё один слайд, это статья нашей лаборатории о том, что помимо того, что нас интересуют вариабельные области наших рецепторов, типы иммуноглобулинов и их соотношения также могут играть ключевую роль в процессе борьбы организма с заболеванием, ну или, например, с тем же раком. А здесь исследовали опять же пациентов, которые успешно прошли анти-PD-L1 терапию и, соответственно, неуспешно, и смотрели не их разнообразие, а какие типы антител присутствуют в опухолях. И увидели, что если у нас высокое соотношение иммуноглобулинов G1 к иммуноглобулинов типа А, то прохождение анти-PD-L1 терапии в случае рака мочевого пузыря более успешно, чаще является успешным для данных пациентов. При этом, почему IG-Ig1 и IGA? То есть, как я и говорила, у нас иммуноглобулины типа А, они присутствуют на слизистых, там, в молоке, в слезах. Понятно, что если вы будете смотреть какой-то другой тип рака, который, ну, не мочевого пузыря, а что-то более внутреннее, где у нас нету слизистых, то там, в принципе, IGA, иммуноглобулинов типа А, скорее всего, не будет в норме, как бы, откуда бы им там взяться. И понятно, что там будут действовать другие правила. Или, например, ну, в общем, с другими типами рака это соотношение не работает. А вот с раком мочевого пузыря работает. Такое интересное наблюдение. Это тоже очень важная область исследования смотреть на константные регионы наших антител. Также еще хотела вам рассказать про то, откуда вообще мы берем наши клетки для исследования. если вы собираетесь заниматься иммунологией, то вам обязательно нужно научиться читать вот эти картинки проточной цитометрии. Если вы раньше с ней не сталкивались, то это может быть нетривиально, но, к сожалению, у нас мало времени, чтобы подробно обсудить. Скажите, пожалуйста, есть ли хоть один человек, которому нужно объяснить, как смотреть на данные проточной цитометрии, то есть, что изображено на этих картинках? Или вы все их уже видели, вы все их уже умеете читать? Да, это надо объяснить, да? Надо. Отлично, хорошо, тогда обсуждаем, потому что наша цель получить знание, не прочитать лекцию просто так. Значит, смотрите, у вас есть в крови разные типы клеток, они отличаются по форме, они отличаются по белкам, которые несут на своей поверхности, у них различные рецепторы, и мы умеем разделять разные типы клеток, и какие-то типы клеток легко разделить, ну, например, вам нужно на первом шаге, давайте так, мы хотим исследовать клетки иммунной системы, мы хотим белые кровяные клетки выделить, нам нужно их отделить от эритроцитов, что вы сделаете, вы возьмете, выделите кровь человека, ну, вы возьмете кровь у человека, разбавите ее, и если вы вот эту разбавленную кровь наслоите на более плотную жидкость, в нашем случае мы использовали фекол определенной плотности, и начнете центрифугировать, то какие-то тяжелые клетки, например, эритроциты у вас осядут, какая-то мелочь у вас будет плавать сверху, а ваши белые клетки лягут ровно на прослойку между двух жидкостей, более плотной внизу и менее плотной сверху, и вы соберете, значит, вот эту фракцию белых клеток, но там будет много всяких разных клеток, там вот и B-лимфоциты, и T-лимфоциты, и еще чего-нибудь, вы, допустим, хотите работать с B-клетками, соответственно, вам нужно их как-то вытащить, и B-клетки по своим свойствам внешним практически не отличаются от T-клеток, то есть сделать это механически, там, центрифугируя в каком-нибудь градиенте с разными скоростями и так далее, у вас не получится отделить T-клетки от B-клеток. Чтобы их отделить, используется большой страшный прибор, проточник или сортер, ну, то есть, нет, проточник, это чтобы просто посмотреть сортер, что делает этот прибор. У него, вы берете ваши клетки, допустим, смесь из B и T-клеток, и вы знаете, что они похожи полностью по размеру, но у нас на B-клетках что есть? У нас есть CD19 на поверхности B-клеток, а на поверхности T-клеток у нас есть CD3-корецептор. Вы можете взять антитела к CD19, то есть, антитела, они же узнают, что они могут узнавать примерно все, что угодно, и узнавать это специфично, и антитела, помимо того, что они защищают наш организм, мы на сегодняшний день очень активно используем в лаборатории как инструмент. То есть, у нас, например, действительно есть антитела, которые узнают B-клетки, они узнают CD19 на поверхности B-клеток. Есть другие типы антител, которые узнают, допустим, CD3 на поверхности T-клеток. При этом, как мы говорили в лекции про секвенирование, антитела — это достаточно большая молекула, и на нее можно повесить какой-нибудь большой яркий флюорофор. Соответственно, вы вешаете на антитела, которые узнают B-клетки, флюорофор одного типа, на антитела, которые узнают T-клетки, флюорофор другого типа. И наливаете эти антитела в те клетки, которые вы выделили белые клетки, кровяные клетки, и запихиваете в прибор, который называется сортер. Там эти клетки начинают течь в очень тонкой струе, то есть там такая струя течет, и на конце... В общем, эта струя формируется в некоторый момент в капле, то есть у вас летит капля, в ней одна клетка, на этой клетке эту клетку, допустим, распознали антитела одного типа или другого типа, и сортер — это такой прибор, в котором есть система, которая может активировать разные флюороцентные метки и детектировать их свечение. То есть у вас летит вот эта капля, пока она летит, прибор успевает посветить на нее лазером, возбудить какое-то свечение, считать, какого типа это было свечение. Эта капля все еще продолжает лететь в воздухе. И в какой-то момент вы заранее говорите прибору, что если у нас все светится красненьким, то значит, это была B-клетка, если все светится зелененьким, это была T-клетка. Значит, прибор видит, каким цветом светится ваша капля, и дальше наша капля прилетает мимо заряженных пластин, мы можем менять напряжение на пластинах, и в зависимости от заряда у нас капля может отклоняться вправо или влево, и таким образом наши капли могут падать в разные пробирки. И таким образом мы можем насортировать клетки разного типа в разные пробирки. Помимо того, что мы можем сортировать клетки, мы на них еще можем смотреть, как это все выглядит. Во-первых, у нас много лазеров и много детекторов в нашем приборе, и все начинается с того, что мы светим сначала просто не возбуждающим каким-то светом, а обычным светом мы светим на нашей клетке. Это самая верхняя картинка слева, и смотрите, это так называемое прямое боковое светоросеяние. Что у нас здесь происходит? У нас мы, когда светим на клетку, мы, во-первых, можем определить ее размер, и, во-вторых, мы можем определить ее плотность. И у нас мы, получается, светим прямо и сбоку на нашу клетку и считываем два вот этих параметра. Насколько легко у нас свет проникает через нашу клетку и, скажем так, грубо говоря, какая у нас тень от нашей клетки, насколько она большая. И сравниваем вот эти два параметра по оси Х и по оси У. И, соответственно, у нас есть всякие гранулоциты, которые жутко неоднородные, там, и ядро сложной формы, и куча всяких визикул, в общем, они у нас будут по нашей оси Х, У, прямое и боковое свет рассеяние находиться в одном месте, как вот это вот пятно, которое обведено как гранулоциты. Моноциты будут выглядеть как-то по-другому, и лимфоциты будут выглядеть некоторым третьим образом. То есть у нас просто есть две характеристики, мы смотрим на формы наших клеток, посвятив на них, и мы смотрим, второй параметр это то, это проницаемость наших клеток светом, мы тоже на них сначала просто посвятили. Вот, и мы выбираем, допустим, фракцию лимфоцитов, и дальше смотрим только на нее. Вот, как я и сказала, мы могли на наши лимфоциты налить специфичные антитела, которые распознают В-клетки или Т-клетки. И если прям грубо сказать, то у нас В-клетки отличаются от Т-клеток по параметру CD19, Т-клетки от В-клеток по параметру CD3. Если мы просто возьмем вот параметр CD19, CD3, то это будет следующая картинка, то есть она вторая сверху слева. То есть у нас что-то должно светиться по параметру CD19 и не светиться по CD3, тогда мы говорим, что это у нас В-лимфоциты. Если у нас что-то светится по параметру CD3, но не светится по параметру CD19, это Т-лимфоциты. И если у нас что-то не светится по параметру CD19 и CD3, то это не Т и не В-лимфоциты, это что-то еще. Мы это не берем. Понятно, что здесь уже сразу подписано CD19 или CD3. На самом деле это могут быть разные красители. Ну и плюс вы можете выбирать не такие популярные параметры, а какие-то, может быть, более специфичные поверхностные белки. В общем, здесь вы уже, когда моделируете ваш эксперимент, сами подбираете, по какому параметру будете смотреть на ваши клетки. Так, если вы посмотрите на картинке справа, вы сначала увидите тоже прямое боковое светорассеяние, там мы нашли, значит, лимфоциты. И если вы посмотрите, здесь подписи, они уже более сложные, то есть здесь уже подписано Pacific Blue, это название красителя, и CD3. Что это значит? Это значит, что я взяла антитела к CD3, которые светились в канале Pacific Blue, и вот эти вот, вы видите, как у вас расположены точки где-то, то есть это уровень сигнала свечения, то есть, да, там 10 в 3, это вы как-то померили, как оно светится. Также вы померили, как это по оси Х, по оси У, у вас, значит, FITS CD19. Это второй флюорофор, флюорофор FITS, он повешен на антитело к CD19, вот оно тоже светится, оно светится чуть послабее, то есть, если вы посмотрите на CD3, то там у вас точки лежат между 10 в 3, 10 в 4, каких-то условных единиц, здесь они у вас лежат в основном 10 в 3, но 10 в 3, это не 0, это значит, что оно светится. Таким образом, вы разделяете CD19 и CD3. И дальше мы работали с B-клетками и пытались выявить наивные и клетки memory. Соответственно, мы взяли все CD19 клетки, по-прежнему оставили, а, ну, это другой эксперимент, ниже, правая нижняя картинка, мы взяли клетки и добавили к ним, ну, во-первых, CD19, чтобы отличать B-клетки от небо-клеток, и чтобы отличить B-клетки памяти от наивных, мы использовали белок CD27, который у нас был с флюорофором Brilliant Valium 421, но это неважно, то есть мы взяли антителок CD27, который находится на поверхности memory клеток, который светится там в каком-то канале и по этому каналу смотрели. И особенность работы заключается в том, что, вот мы сказали, что у нас memory клетки экспрессирует CD27, но у нас это не происходит так, что клетка, B-клетка такая была, сначала, значит, наивная, наивная на ней не была CD27, потом такая, хоп, встретила там антиген, превратилась в B-memory и стала активно экспрессировать CD27. Нет, она начинает его экспрессировать по чуть-чуть, скажем так, и в этом сложность, то есть, если вы посмотрите на вот это пятно у нас сверху, то у нас, да, есть два таких центра, одно в области нуля, то есть, это то, на котором нету CD27, и одно в области там 10 в 3, 10 в 4, то, где обнаруживается CD27, вот, а между ними перешейк вполне себе ощутимый, и вот здесь мы решаем, кого, куда отнести, и в данном конкретном случае мы вот этот хвост больше сдвигали в сторону B-memory cells, то есть, если хоть какой-то сигнал от CD27 идет, более-менее существенный, мы говорим, что это B-memory клетка, вот. Скажите, пожалуйста, понятно ли про картинг, так, если клетки светятся в обоих красителях, но по-разному? Хороший вопрос, такое бывает, бывает достаточно часто, потому что у вас разного красителя, может, разное количество молекул уместиться на одном антителе, соответственно, чем меньше молекул, тем хуже светится. Чаще всего производители коммерческих антител стараются сделать так, чтобы они все светились в районе 10 в 3-й, 10 в 4-й, но, допустим, если у вас ваше антитело с фиористентной меткой долго постояло, или постояло на тепле, или еще что-то, у вас часть фиористентной метки развалилась, все это будет светиться хуже, понятное дело, здесь уже нужно глазками смотреть и интуитивно чувствовать, что происходит. интенсивность, интенсивность у нас по осям в некоторых условных единицах, более того, вы по-разному можете настраивать чувствительность к тому или иному красителю, соответственно, эти цифры будут меняться. Я пыталась понять картинку, на картинке интенсивность свечения в двух красителях и разные типы, по-разному у них, сейчас, прошу прощения, я не совсем понимаю вопрос, сможете ли, пожалуйста, переформулировать на картинке интенсивность свечения в двух красителях и разные типы, по-разному светят. Ну, разные красители светят немного по-разному, то есть, во-первых, они светят в разных каналах, это всегда обязательно, то есть, мы должны там, если мы красим два типа клеток, то одни должны быть, допустим, красные, другие зеленые, либо еще в каких-то цветах, которые хорошо различимы. Если у вас будут два разных типа клеток, но оба помечены красным, мы их не сможем отделить от друга. Разные типы клеток светятся, ну, нет, смотрите, зависит, давайте посмотрим еще раз, верхний ряд, крайняя правая картинка, вот, да, хорошо, давайте сравним верхний ряд, крайняя правая картинка и нижний ряд, под ним, крайняя правая нижняя картинка. Смотрите, если мы хотим отличить Т-клетки от Б-клеток, мы выбираем маркер как CD19 или CD3, и Т-клетки это те, у которых есть CD3, но нет CD19, поэтому они должны быть как бы в нижнем квадрате, то есть светиться только по CD3 и не светиться по CD19, вот, а CD19 напротив, то есть здесь у одного типа клеток один какой-то свой канал свечения. Теперь давайте посмотрим на картинку пониже, что здесь у нас происходит. Мы взяли всем лимфоциты, на самом деле это уже лимфоциты, обогащенные B-клетками, мы попытались смыть эти клетки лишние, чтобы они нас не отвлекали, и мы хотим B-клетки отличить от memory и наивные. Для того, чтобы отличить memory и наивные, мы будем использовать маркер CD27, он у нас отложен по оси X, но при этом мы знаем, что у нас наше обогащение B-клетками прошло не на 100%, то есть у нас не все клетки это B-клетки, а хороший главный маркер B-клеток это CD19, поэтому давайте мы по нему тоже покрасимся, чтобы избавиться от вот этой примеси не B-клета. Тогда что у нас происходит? Смотрите, по координате 0,0 у нас есть пятно. Что это такое? Это клетки, которые не светятся в канале CD19 и не светятся в канале CD27. Это просто какой-то мусорок, вообще какие-то другие клетки. Идем правее по этому же уровню. У нас есть пятно 10 в третьей по X, но по Y это 0. Что это значит? Это значит, что у нас есть какие-то фрагменты, которые светятся в канале для CD27, но не светятся в канале CD19. Что это значит? Что у нас есть какие-то клетки, на которых есть CD27, но нет CD19. Это не B-клетки, потому что на всех интересующих нас B-клетках должен быть CD19. То, что на них есть CD27, который нас вообще-то тоже интересует, но он нас интересует только в степке CD19. Поэтому эту группу мы тоже будем выкидывать, потому что это не B-клетки. Дальше мы поднимаемся выше. И у нас есть пятно, которое светится по X в районе нуля, по Y в районе 10 в четвертой. Это что значит? Это значит, что на клетках есть CD19, но нету CD27, то есть это B-клетки, но они наивные. И мы будем сортировать в пробирку слева, потому что наивные B-клетки нам вообще-то тоже интересно. Вот мы значит их соберем. И у нас есть оставшийся кусок, пятно, которое светится в районе 10 в третьей, 10 в четвертой. По обоим каналам они светятся и для CD19, и для CD27 красителя. То есть у нас есть и такой тип молекул и сикой на поверхности. То есть это B-клетки, потому что они светятся по CD19, это memory клетки, потому что у них есть CD27, и мы их будем сортировать в правую пробирку. То есть ваша целевая группа, вы ее можете отбирать потому, как она светится и потому, как она не светится. То есть вы действительно можете покрасить чем-то другим, что светится на всех остальных клетках, а на ваших не светится, и это будет интересующая вас популяция. Так. Во втором высокая. Ну то есть если около нуля, значит оно там не светится по одному красителю, если по другому светится, высоко. Отлично. Я рада, что вы поняли, потому что это очень важный момент. Так. И скажите, пожалуйста, мы уже выбились из времени, прям жутко. Если хотите, мы можем допробежаться по остатку слайдов, или лучше перенести... Да, вот семинара у вас не будет. Давайте я в любом случае тогда хотя бы немного обсужу там остатки слайдов. Если вам нужно куда-то бежать, то вы естественно бегите, потому что будет запись, ее можно будет досмотреть. Хорошо? Так, да, народу осталось мало, но давайте все равно я дочитаю. Так, и да, потому что здесь тоже очень интересная история про то, что исследовать антитела, это, конечно, здорово биоинформатически, но еще нам хочется уметь их получать. И, допустим, вы хотите узнать последовательности антител, которые к чему-то специфичны. Что можно сделать в этой ситуации? Чтобы получить антитела специфичные к чему-то, можно проводить так называемую иммунизацию. То есть брать модельное животное, закалывать антиген, и на этот антиген иммунная система этого животного будет продуцировать антитела. Соответственно, если вы хотите, чтобы у вас вырабатывались, допустим, человеческие антитела, то это животное, оно должно быть генно-модифицированное. То есть вы можете взять, вытащить кассеты вариабельных D-регионов, D-регионов, константных областей для этого животного, и вместо них вставить туда человеческие. Там будет возникать, для B-клеток это совсем легко делается, в случае D-клеток там нужно тогда еще MHC гены заменять, но не суть. В общем, смысл в том, что в животном можно взять и наделать кучу антител специфичных, почему-то просто заколов, закачав в это животное этот антиген. В чем заключается основная проблема данного метода? В том, что у вас вы не знаете, что это за антитела. То есть вы внедрили антиген в тело животного, антитела стали вырабатываться, какие именно получаются антитела, вы не знаете, вы сможете это понять только отсеквенировав сами белки. А секвенировать белки достаточно сложно. Вот, а так у вас будет какая-то смесь. Ну, в общем, белки секвенировать достаточно сложно, но, во-первых, а, если очень хочется, то можно отсеквенировать, б, вы можете использовать, допустим, эти антитела сначала для чего-то другого, для каких-то экспериментов. Но в большинстве случаев вас, как правило, интересуют моноклональные антитела, то есть это антитела одного типа. То есть в случае с иммунизацией вы закололи антиген в животное, и у вас стали вырабатываться куча-куча разных антител. Вы хотите их разделить между собой. И здесь есть два разных способа. Первый способ это, скажем так, первичный, когда вы хотите найти такие антитела, это способ заключается в том, чтобы создать гибридом. Что такое гибридом? Вы берете и иммунизируете ваше животное, как было до этого, и берете культуру клеток раковую, мейлому, и после этого вы берете клетки из животного, которые получились биоклетки, и клетки раковые опухоли, и смешиваете их. Вопрос, как вы думаете, хорошо, давайте я сначала закончу, то есть вы их смешиваете, у вас раковые клетки смешиваются с биоклетками, вы их, грубо говоря, по одной раскидываете в планшет, ваша каждая клетка начинает делиться, и после этого продуцирует какие-то антитела одного определенного типа. И уже отсеквенировав каждую конкретную, вы, соответственно, можете собрать каждое отдельное конкретное антитело, протестировать, увидеть, какое больше всего обладает теми свойствами, которые вас интересуют, и отсеквенировать его, и вы будете знать последовательность антитела, который выполняет ту функцию, которая вас интересует, распознает то, что вы хотите. Вопрос для тех, кто остался, осталось совсем мало человек, зачем нам смешивать биоклетки с раковыми клетками, как вы думаете? Вопрос так, ну, ладно. Оставши. Антитела вырабатывают, нет? Ну, у нас же Б-клетки и так вырабатывают антитела. Они же должны произвемодействовать? Нет, Б-клетки могут и так, ну, то есть, они активировались в организме животного, то есть, все, это уже призматически. Ладно, хорошо, в любом случае, тогда я рада, что рассказываешь, что это новое. Сейчас, сейчас, да, понял. Ага, хорошо. В общем, смысл заключается в том, что наши плазматические Б-клетки, они живут не очень... Нет, говорите, говорите, да, говорите, извините. Да, все хорошо. Они живут не очень долго. И если вы просто выделите Б-клетки, раскидаете их на плашку, то они там чуть-чуть поделятся, поделятся и умрут, особенно в гордом одиночестве. У нас вообще клетки по одной расти очень не любят. Вот, поэтому вы смешиваете их с раковыми клетками. То есть раковые линии, они прекрасны тем, что, ну, они, грубо говоря, бессмертны. Они могут делиться, делиться и делиться. Вот, и поэтому, чтобы ваши Б-клетки делились, мы их смешиваем с раковыми. Вот, и когда вы смешиваете раковые клетки и ваши Б-клетки, которые продуцируют антитела, у вас может получиться три типа клеток. Б-клетки, которые там ни с кем не слились, они просто сами по себе. В этой смеси они сами по себе сдохнут в какой-то момент, с ними ничего делать не надо. Вот, у вас могут остаться просто раковые клетки, которые ни с кем не слились, и это, конечно, проблема, но от них тоже умеют избавляться, то есть, мы же можем делать так, чтобы у нас там клеточная культура была к чему-то чувствительна. Допустим, мы добавляем какой-то дополнительный агент в среду, и, господи, я забыла, как только что уже вертелась на языке, в общем, есть один агент, который влияет на раковые клетки, и они под его воздействием начинают умирать, но при этом, если они объединяются с обычными Б-клетками, то у них появляется дополнительный путь выживания, и они его обходят, то есть, он влияет как раз-таки на деление, он несколько замедляет процесс деления, для раковых клеток это критично, и они погибают, если они объединились с Б-клетками, они выживают, и потом вы снова убираете этот агент из среды, и они начинают делиться. Вот, прошу прощения, я думала, что вспомню легко название, давайте на следующей лекции я уточню, как называется этот агент, чтобы вы знали, как избавляться от Б-клеток, от раковых клеток, которые ни с кем не слились. Соответственно, вы слили эти две категории клеток, раскидали, значит, по разным лункам, нашли то антитело, которое больше всего вас интересует, и его отсеквенировали, и после этого вы хотите это антитело, допустим, закалывать людей, потому что оно помогает им бороться с раком, это же прекрасно. Если вы снова будете, да, у вас есть какая-то клеточная линия, которая может продуцировать эти антитела, да, она живет больше обычного, потому что это клетки, Б-клетки, слитые с раковыми, но она все равно не вечна, она все равно может мутировать, поэтому использовать ее для промышленного, для производства антител в промышленных масштабах вы не сможете. Что вам нужно сделать? Для этого есть второй метод, когда вы уже знаете последовательность вашего антитела, вы можете эти последовательности закодировать в плазмиды, специально там для тяжелой и для легкой цепи, и проводить трансфекцию клеток, ну, например, СЕЧО, вот этими двумя плазмидами, внутри этих клеток будет собираться, то есть СЕЧО это вообще клетки хомяка, чтобы вы понимали, то есть можно антитела продуцировать хоть в хомячьих клеточных линиях, можно, в принципе, в человеческих, просто какая-то клеточная линия, которая вам нравится, в которой хорошо собираются антитела, вы ее трансфицируете плазмидами, в которые встроены последовательности легкой и тяжелой цепи интересующего вас антитела, и после этого собираете урожай антител и закалываете там уже, не знаю, сначала в какие-то модельные организмы для исследования их свойств, и потом в человека, если это что-то терапевтическое. Более того, с помощью плазмид вы можете сами регулировать тип антитем, то есть, когда вы иммунизируете животное, то тип антитела там соберется тот, какой соберется. Здесь же, как я уже говорила, коммерческие антитела для терапии, это, как правило, тип G1, для того, чтобы активировать систему комплимента. Вот, и, ну, вы каждый раз собираете урожай, каждый раз после трансфекции, то есть, у вас появился пациент, вы, значит, засеяли клетки, собрали антитела, выкинули вашу клеточную линию, которая их продуцировала, потом появился следующий пациент, вы разморозили другую партию клеток, снова ее трансфицировали, снова она вам производит антитела. То есть, здесь хранятся именно плазмиды с последовательностью ваших антител, ну, и они хранятся могут до бесконечности и использоваться тоже до бесконечности. Так, хорошо, так, ага, и совсем чуть-чуть про базы данных. Так, знаете что, давайте, мне кажется, я на вас и так много информации сейчас вылила, особенно под конец, давайте историю про базы данных и про то, как ими пользоваться, оставим на следующий семинар, как раз-таки, потому что, на следующую лекцию, потому что там заодно и будет ближе семинар с анализом репертуаров и как раз это будет более, если я сейчас расскажу, то вы до следующего семинара можете забыть про все эти базы данных, про то, как ими пользоваться и так далее, а если я вам расскажу на следующей лекции, то как раз это будет очень своевременно, потому что вы услышите и сразу их заиспользуйте. Давайте тогда на сегодня закончим лекцию, она и так получилась жутко длинная, если у вас еще остались какие-то вопросы по какой-то методике, там тот же самый сортинг, несортинг, гибридом производства антител, мы можем с вами об этом поговорить. Можно про это приоранжировку спросить? Да, давайте. Смотрите, вот у нас когда тель-лимфоцит, пусть там альфа-бета тип, вот есть этап ДН1, ну, дабл-негатив, когда у нас не CD4, не CD8, вот в этот момент тель-лимфоцит активно пролиферирует, потом вы сказали, когда у нас БЦЭП сформирована, еще раз пролиферация, помните, да? Да, да, да. И смотрите, вот потом, когда тель-лимфоцит уже сформирован, ген, то есть реанжировка прошла, все хорошо, он уже рабочий, и вот когда он получает интерлиген 2, он начинает тоже отдельно делиться, вот, и там у нас получается вот хроматин уже, как это сказать, свернут, то есть вот это ВИЖА, и все прошло, он уже готов работать, правильно? Да. Когда интерлиген 2 прилетает, опять пролиферация, и вот у нас получаются клоны вот этой клетки, правильно? Которые, специфичи ЦЦР у них будет вот эта вот, которая была у клетки, которая получила интерлиген 2, правильно? Да, абсолютно верно. Вот, когда в последний раз вот эта клетка пролиферирует, вот до получения сигнала интерлигена 2, вот, вообще надо сформулировать. Сейчас, нет, я поняла вопрос, и он хороший, он очень хороший. То есть у нас же все эти клетки, у них ЦЦР там свой. Периодность повторения очень маленькая. Вот интерлиген 2 прилетел, эта клетка поделилась, ЦЦР у них в принципе одинаковый, правильно? Да, абсолютно верно. А вот именно когда в последний раз делятся клоны, у которых ЦЦР поток будет разный. Хорошо. Последний раз, чтобы получились разные клоны, это скорее всего правильнее будет сказать, что это то деление, которое происходит после сборки бета-цепи. То есть у вас бета-цепь собралась, она и дальше у вас Т-клетка делится, и у этих поделившихся клеток бета-цепь будет всегда одинаковая. Но, как я и сказала, для чего вообще клетка делится, ну то есть понятно, что она делится не для чего, но почему этот механизм эволюционно выгоден? Потому что сборка цепи это всегда очень вероятностный процесс, и очень много, что может пойти не так. И поэтому на этапе, когда у вас уже бета-цепь сформировалась, это уже достижение, нужно сохраниться, как в игре. Вот, вы, соответственно, делитесь, клетки делятся, и дальше пробуют разные альфа-цепи, и какие-то из этих альфа-цепей будут неуспешны, и какие-то варианты Т-клеток с вот этой бета-цепью погибнут, их будет большинство. Одна, две, или какое-то небольшое количество клеток, у них сформируется рабочая альфа-цепь, и они будут уже дальше циркулировать в кровотоке, в лимфе и так далее. То есть у вас получится целая категория клеток, у которых бета-цепь, и могут быть абсолютно разные альфа-цепи, то есть там может быть абсолютно разный веб-фрагмент и так далее. Вот. Я ответила? Да, вот B-клетки, то есть есть у нас набор, у которых одинаковая бета-цепь, и потом вот эти Т-клетки, которые выжили, которые смогли альфа-цепь собрать, они уже ждут интерлекина второго, условно. То есть они уже делятся. Все понятно, спасибо большое. Вот, ну и соответственно с B-клетками у нас может возникать такая же история, что у нас сформировалась тяжелая цепь, и после этого у нас опять же начинается пролиферация клеток и сборка легкой цепи. То есть может запросто быть такое, что у вас одинаковая тяжелая цепь, а к ней есть каппа-цепь и лямбда-цепь, и вообще по нескольку вариантов это тоже все допустимо. Так, еще вопросы? Так, ну ладно, наверное, каких-то быстрых вопросов нет. В любом случае давайте заканчивать запись. Если вопросы возникнут, опять же, всегда можно написать в общий чатик, или если совсем стесняетесь, можно даже мне напрямую, это не запрещается. Спасибо вам большое за то, что вы мужественно дотерпели до конца, и тогда увидимся на следующей неделе в это же время тоже онлайн. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok